Признают обе стороны, перемирие соблюдается, пользуясь затишьем, люди покидают подвалы, где им пришлось провести все последнее время и начинают налаживать свой быт. Из города Ясиноватая, которая не смогла взять украинская армия, репортаж Сергея Зенина. От суеты в центре города местные жители давно отвыкли. На рынке непривычная толчая у лотков и палаток. Торговцы одними из первых поверили в перемирие и проверили его на прочность. Еще не спокойно, но ехать можно. Едем и боимся на молитвах. Два кармана молитв. Все, все. На одних молитвах. Но все равно торгуете. Конечно, люди же голодные. Мы вчера приехали, обступили все. Мы не думали, что есть силоватая столько народа. Мы ездили на Константиновку. Там тихо, спокойно, конечно, не пуганы. А здесь люди голодали. Мелкая торговля, она свидетельствует о том, что жизнь начинает налаживаться. И действительно, смотрите, люди со своих участков привозят сливы, тыквы, мед, малину. Казалось бы, только вчера закончились бои. Но людям так хочется выйти из подвалов на вот это солнце. Так хочется что-то купить, принести домой, приготовить. Товар разбирают в момент. Комендант города обходит палатки и настоятельно просит продавцов не задирать цены. Особенно на востребованные овощи, масло и муку. Я понимаю, что люди, которые торгуют, должны зарабатывать деньги, но не максимально. Не на тех людях, которые потерпели вот это вот все, перетерпели. И не получают пенсии. Мы же не получаем пенсии. Июнь получили, а июль муж уже не получил. Все. И вот до сих пор нету. Те, кому последний месяц пришлось провести в Ясиноватой, под бесконечными обстрелами, в подвалах, уехать было просто некуда. Но сейчас зачастую некуда и возвращаться. Дома и квартиры сожжены или разрушены. Снаряд в первый подъезд упал. Именно в подъезд. И крышу снесло. И теперь не знаем, как восстановить. Вот клеенку в долг взяли, покрыли крышу сами. Добиваемся теперь шифера. Ополченцы сегодня из-за строителей, из-за снабженцев, из-за руководителей. Раздают хлеб, воду. Вместе с оставшимися в Ясиноватой жителями запускают общественный транспорт. Ремонтируют электрические сети и водопровод. Дали газ уже частично. Свет есть. Воду частично уже дали. Ну, просто когда все разрушено, это очень тяжело все сразу запустить. Ну, работаем, работаем. Продолжаем работать. А если опять начнется, опять снова здорово? Все равно восстановим. Чем дальше от центра города, тем больше разрухи. Городские автобусы сюда пока не ездят. Здесь еще слышны звуки взрывов и стрельбы. Доносятся из Авдеевки или Донецка. Некоторые горожане перемирия пока не почувствовали, особенно потерявшие свои дома. Так и живут в сыром и темном бомбоубежище. Без окон, без дверей. Страшно, наверное? Да нет, в принципе. Когда тихо, мы выходим, и дети выходят. Те, кто живет в подвале, вот уже месяц, просыпаются очень рано. В 4-5 утра. Потому что ложатся тоже рано, с наступлением темноты. Электричества нет, газа нет, отопления нет. Рано утром, как только выходит солнце, все выносят вещи, одеяло на улицу, для того, чтобы их просушить. Сырость невыносимая. Иногда выходят, чтобы приготовить еду на костре, где-то достать продукты, узнать последние новости и оценить обстановку. Каждый день ждем, ждем и ждем, что может что-то опять случиться. Все, вот эти 3 дня, 4 дня было вроде как спокойно, а сейчас опять пошло. Опять пошло, и там он заезжает на зварди, там говорят, зачем они движутся тогда сюда? Зачем они сюда едут, если это все спокойно? Дети наравне со взрослыми переживали все бомбежки и обстрелы, прятались в подвалах. Они собственными глазами видели войну и очень рано повзрослели. Тут воевали, но из посадки стреляли по нам. И тут был танковый бой. Вот там вот у нас два снаряда разрывалось. И осколки, и осколки там, там в березу, там попали. Я не знаю, зачем это было. Сергей Зенин, Виктория Филатова, Первый канал, Донбасс. Мы в разных лагерях, так премьер-министр Украины.